Ситуация с COVID-19 в Подмосковье, увы, сложная. Количество заболевших в Раменском более 500 человек. Госпитализация пациентов порой занимает около 6 часов по Подмосковью. И уже возникали сложности с их размещением. Настало время оборудовать коечный фонд для оказания необходимой медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 и в Раменском городском округе. Проект рождался прям быстро. По словам Евгения Боровкова, исполняющего обязанности главного врача, ремонт в больнице подходит к завершению. Проложены кислородные магистрали, осталось провести клининг и принять мебель. Ее поставка ожидается со дня на день, так же, как и специального оборудования. Все необходимое оборудование, которое должно быть в наличии для тяжелых больных аппаратов ИВЛ, мы ожидаем к поставке. Что касается так называемой биологической безопасности, то здание будет функционировать только для пациентов, зараженных ковидной инфекцией. Получается, врачи заходят там, здесь снимают одежду, тут одеваются в средства индивидуальной защиты, там поставили душ на всякий пожарный, если вдруг кто-то замочит. И вот здесь две двери отсечены с прослойкой, там дальше выходит грязный узор. Здесь предусмотрена выписка пациентов через шлюз, значит, соответственно, пациент после выписки будет выходить, то есть после издалечения будет выписываться и выходить на улицу, можно сказать, чистым. Значит, для врачей предусмотрены аналогичные шлюзы для того, чтобы они могли спокойно пройти в грязную зону и после фильтрации могут выйти в чистую зону. Здесь все сделано по нормам, я считаю, что абсолютно безопасно и учитывая, что мы уже имеем опыт работы в инфекционном таком отделении в Бронецкой больнице и многие сотрудники из Раминского там работают, то стараемся сейчас уже с учетом опыта здесь все это организовывать. 120 коек с кислородом будут установлены в переоборудованном здании терапевтического корпуса ЦРБ. Пациентов будут принимать через специальный полностью оборудованный отдельный безопасный подъезд к корпусу. Предусмотрены отдельные места для дезинфекции машин и одежды. Костюмы защитные, значит, и после обработки его уходят куда, для того, как принять душу. Одежда это берет, салитируется? Да, одежда утилизируется. Одноразовые костюмы, здесь будут стоять баки, это отходы класса В, они будут все погружены в порцию, берущие препараты. Внутри оборудованы шлюзы для дезинфекции и для безопасного перехода врачей и пациентов из так называемой грязной зоны в чистую. Только обработка прошла, основа открывается и дальше. А второй компьютерный домограф используется только для чистой зоны, для корпуса. Значит, и вход в него должен быть только изнутри корпуса, снаружи, туда не попасть, вроде как через пилинг. Для удобства врачей будет доставлена бытовая техника. Далее вопрос о приобретении двух стиральных машин, что ли, да? Сегодня должны доставить стиральные машины и сушильные машины. Мы на скорую помощь достали и сюда тоже. Да, это правда большая помощь. То есть мы видим, как уже по опыту, да, когда уже там вбезались, в бой увидели, что сейчас лето. Там ты выходишь, да, ты у тебя полный, весь костюм внутри мокрый, и все в ботинках это мокрое. И для того, чтобы постирать быстро, и снова повесить, и дальше использовать. При переоборудовании помещений подрядчики прислушивались к мнению врачей. Мы уже неоднократно слышали о том, что медицинский персонал сегодня называет героя нашего времени. Здесь обсерватор будет совсем другой. То есть здесь будут все сотрудники, которые придут, с них возьмут мазки, их проверят, чтобы они были без этой инфекции. И дальше они будут жить отдельно, езжать сюда отдельно и не пересекаться с сотрудниками, которые работают и ездят домой. То есть принцип именно такой. Терпение, терпение. В конечном итоге нас этому учили и готовили. Поэтому сейчас, я так думаю, что все готовы. И нужно сейчас весь свой запас знаний, сил, опыта, энергии, жизнелюбия. То есть можно перечислять доброты, человеколюбия, все потратить на борьбу с этой инфекцией и на помощь нашим больным. Открытие медицинского учреждения планируется после праздников.